МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Александр Ильич. Рады вас видеть. Взаимно. 28 марта. У губернатора области насыщенный рабочий график. Встреча, заседания и совещания. Получасовой перерыв и снова очередное мероприятие. Словом, всё как обычно. Как вам удаётся сохранить вот такую энергию на протяжении всего рабочего дня? Я вот знакомился с вашим графиком. А ведь я моложе вас, Александр Ильич. Да? Да. Я вам завидую. Ненамного. И я бы вот даже не выдержал. Вот есть какой-то секрет губернатора? Сохранение... Я, наверное, с 20, где-то там 6 лет примерно в таком темпе работаю, поэтому привык. То есть это прям... Да, да, да. Держит в тормозе. Я помню, это было, наверное, ну да, 88-й год. Первая моя серьёзная должность. Старший инженер-технолог цеха. И вот оттуда. Всё-всё началось. Короткий разговор в лифте перед важнейшим событием в жизни региона. Стратегической сессией, посвящённой вопросам современного государственного управления. Добрый день, уважаемые друзья. Хотелось бы приступить к открытию нашего пленарного заседания. Это стратегическая сессия, шестая по счёту. Главная задача – обсудить способы реализации тех целей, которые поставил Владимир Путин в недавнем послании к Федеральному собранию на нашем региональном уровне. Послать импульс для работы органов власти по приоритетным направлениям. Это действительно вот такая региональная концентрация всех ресурсов, всех возможностей. Были действительно отобраны ключевые, существенно значимые для развития региона, для благополучия наших граждан проблемные направления для дальнейшей работы. Шестая сессия особая. Если в прошлом году основными задачами пятой сессии были разработка климатической концепции и стратегия жилищного строительства, то в нынешнем году время диктует свои правила. Благосостояние россиян становится первоочередной задачей всех государственных структур. В частности, борьба с бедностью через дистанционную занятость. У нас в области появится целая сеть социальных координаторов, которые могут оказать помощь человеку, попавшему в трудную ситуацию во всех направлениях. То есть, по крайней мере, создать для него юридические предпосылки, все, что связано с потерей работы и получением новой деятельности. Новые технологии теперь, в принципе, меняют не только процесс поиска работы, но и саму деятельность. Она теперь становится дистанционной. Колл-центр на главной улице города Лиски. Сюда приходят по направлению из государственной службы занятости. Первый этап – обучение. Новички осваивают компьютер, изучают психологию общения с клиентами. Затем самостоятельная работа. Средний заработок по сельским меркам совсем неплохой. 25-30 тысяч рублей в месяц. Приходят разные слои населения. Это есть люди, которые еще не работали в данной сфере. То есть, как правило, это студенты. Так и люди, которые уже имеют какой-то опыт работы просто в других сферах. Присутствие на рабочем месте не обязательно. Удаленный доступ позволяет работать дистанционно. После серьезного заболевания мужа Ирине пришлось срочно искать новую работу. Причем работу удаленную, так как любимому человеку была необходима забота и уход. Правильное решение нашлось в местной службе занятости. Сложилась тяжелая жизненная ситуация. Мужу сделали сложную операцию на сердце. Дети. Сноха бросила внучку. Теперь я еще и мама маленькой двухлетней девочки, вдобавок ко всему. Поэтому приходится выкручиваться. Что значит выкручиваться? В этой жизни нужны деньги. Их надо зарабатывать. Удобная скамейка в саду, рядом любимый кот Трифон и ноутбук на коленях. Теперь рабочее место у Ирины прямо на собственном садовом участке. И план выполняет, и за молодой порослью помидоров наблюдает. И вот в данный момент я работаю из дома. То есть я планирую свое время, я планирую свою работу, и при этом я хорошо зарабатываю. Это очень выгодно, перспективно, а главное приятно и комфортно. Жизнь удалась. На сто процентов. Если выражаться образно, то шестая стратсессия – это форум позитивной энергии, которая направлена на преображение наших с вами городов и поселков. Это проводник идей президента непосредственно к исполнителям, главам муниципальных образований. Все начинается и все осуществляется на земле в районах. И, конечно, руководители районов – это такие ключевые фигуры, которые… Костяк, на которые появляются. Конечно. Как говорит Василий Иванович Авдеев, становы хребет в Оролевской области. И в этом никакой шутки нет на самом деле так. То есть на них очень много завязано. И они первые, кто, собственно, контактирует с населением. Те, кто видят их потребности. Поэтому, конечно, еще раз, это главный наш ресурс. И мы, безусловно, их всегда встраиваем в те процессы, которые на уровне правительства организовываются. Как реально меняется облик Воронежского региона за последние несколько лет? Давайте посмотрим хотя бы на примере Семилукского района. Архивные съемки пять лет назад. Работать приходится иногда и вот в таких вот живописных местах. Вам очень повезло, уважаемые телезрители, что камера не передает запахи. Поверьте, вы немногое потеряли. По словам местных жителей, мусора отсюда не вывозили уже несколько дней. Когда это кончится свет конец, мы подобрали, весь день подбирали вот тут ветер и полетело и на порожки, и вовсюду. Ну, ну можно так. Нормально, да? Я не отношусь, я с деревни. И все это центральная часть Семилук 2018-й. Пять лет назад. Было не самое приятное удивление о том, что место, которое располагается практически рядом с мегаполисом, город, не очень-то похож на город. Слишком блекло, слишком неудобно и некрасиво. Открыто скажу. Это была серьезная мотивация для того, чтобы попробовать это исправить. В 2021 году установили более 4 тысяч светильников уличного освещения. Поручение губернатора сделать все сельские дороги проездными. И вот за последние два года значительно выросло количество дорог с твердым покрытием. За год в Семилукском районе было построено почти 100 километров дорог. Это стало рекордным показателем за последние 10 лет. Нужно создавать комфортные условия для жизни. Нужно создавать эффективную систему образования. И нужно создавать благополучную жизнь, обеспеченную материально. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Стратегическая сессия 2023 года. Это работа восьми секций среди участников, главы районов, представителей органов исполнительной и законодательной власти, ректоры воронежских вузов, обсуждаются важнейшие аспекты экономики и социальной жизни в Воронежской области. Инфраструктура, культура, сельское хозяйство, социальная сфера, инвестиции, развитие среднего профессионального образования. Эта профессия востребована, также есть любовь к технике. Папа также у меня тракторист. Вот с детства уже желание к тракторам было, тянулся к ним. Также хочется работать на землях, выращивать хлеб. Бобровскому аграрно-индустриальному колледжу более 60 лет. А начиналось все в 1956 году вот с такого двухэтажного здания училища сельской механизации. Теперь это современное образовательное учреждение. Новая программа обучения, профессионалитет, должна решить вопрос дефицита квалифицированных кадров по рабочим специальностям. Еще несколько лет назад обучение юных механизаторов проводилось по учебникам и наглядным пособиям. Теперь же совершенно другая ситуация. Полное погружение в виртуальную реальность. Здесь полная имитация кабины КамАЗа. Здесь молодой человек управляет Ладой Приорой. А здесь идет полным ходом уборка пшеницы. С утра, наверное, в поле, да? Конечно, работа тяжелая, но очень занимательная. Сколько гектаров убрано? Не могу сказать, но по моей точки зрения очень много. Сам лично провел интерес к этому виду техники. Так что, может быть, даже и стану комманером. В Бобровском техникуме дуальное образование. Осенние и зимние семестры ученики проводят в учебных классах. А с наступлением весны и лета отправляются в поля. Учебные занятия проходят прямо на производственных площадках работодателей. Максимальное погружение в будущую профессию. Кому не нравится баранку крутить, могут свое будущее связать с высокими технологиями. Добрый день, уважаемые студенты. Тема нашего урока – разработка программных модулей. Язык программирования теперь и за рост растений отвечает. И за то, какая температура в теплицах должна быть установлена, и сколько света капризные молодые побеги должны за единицу времени получить. Наши студенты очень востребованы на всех предприятиях и Бобровского района, и всей Воронежской области. Что касается именно сельского хозяйства, наши студенты уже начиная после второго курса, когда им исполняется 18 лет, они проходят производственную практику, и работодатели уже с нетерпением ждут, когда они получат диплом, и будут работать уже непосредственно с ним. Буквально в трех километрах от Бобровского колледжа находится строительное предприятие. Теперь там работает один из выпускников колледжа Ваган Петросян. С отличием закончил учебу, и вот теперь уже второй год не выпускает из рук рычаги управления трактором. Я благодарен за то, что мне учили, как с техникой обращаться, техникой безопасности. По сути, я получил в колледже путевку к жизни. Подготовка молодых механизаторов в Бобровском колледже, поиск дистанционной работы Лискинским центром занятости, благоустройство районных центров. Все, что мы показали, это маленькие штрихи, планомерные, масштабные работы, которые проводят сегодня губернатор и правительство области, для развития региона и благополучия граждан. Губернатор, становясь все более мудрым политиком, политическим деятелем, он понимает, что очень важна командная работа. И вот своим присутствием, своим активным участием в работе и сессии он подчеркивает важность и для него, и для его окружения, для его помощников, для его соратников быть вовлеченными в решение общих задач. Приоритетная задача сегодня – актуализировать стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года, с учетом тех вызовов, которые ставит перед нами не самое простое время. Сейчас стратегия до 2035 года у нас есть. Понятно, что она тоже будет претерпевать какие-то изменения, но основные показатели, которые в ней заложены, на мой взгляд, достижимы. Основной смысл – это переработка в практические действия тех направлений, которые прозвучали в послании президента Федерального собрания. То есть это основная тема. Хотя все заточено, опять же, под длительные наши планы, под стратегические задачи, они в стратегии определены. Прошедшая сессия – это очередной шаг по преодолению проблем, с которыми сталкивается сегодня наш регион. Основная задача – на практике применить выработанные идеи, что позволит жителям области почувствовать реальные, позитивные изменения.